Сотни туристов из разных стран мира и разных российских городов приезжают в рыболовные лагеря, покупая путевки за несколько тысяч долларов. В этом году особенно много рыбаков, которые приезжают на Кольский полуостров дикарями. Прямо на берегу покупают лицензии, разбивают палатки, разматывают снасти и пытают рыбацкое счастье. В одном из таких лагерей в окрестностях Шонгуя на берегу Кола побывала наша съемочная группа. В прежние времена съемку ловили в основном сетями, либо перегораживали реки заборами и ставили ловушки. И цель была одна – добыть царской рыбки. В наше время ценная пища для настоящих рыбаков, если, конечно, не брать в расчет браконьеров, это не главное. Ее можно поехать и купить, вот. А так просто удовольствие получить, то есть подержать рыбину, поклевку. Рыба хорошая, сильная, то есть с нею поработать. А насчет именно продукта, как такового, он нас не интересует. Прежде всего рыбак должен выписать лицензию. Шесть часов удовольствия для жителя Мурманской области стоит 180 рублей. Иностранцу предстоит заплатить почти полтысячи. Чтобы окупить затраты, достаточно поймать хотя бы одну рыбину. Но сделать это весьма непросто. У лосося сильные мускулы. Минуя препятствия, он может выпрыгивать на высоту до 4 метров и развивает скорость до 70 километров в час. Видимо, не зря говорят, что поймать семгу – все равно, что убить льва. Но, тем не менее, охотников на царскую рыбу все равно немало. И первым делом они смотрят на погоду. Если на улице солнечно и жарко, рыба становится квелой и прячется под камни. А в пасмурную или переменную погоду оживает. Когда рыба играет, то есть, ее есть какая-то надежда. Ну, бывает так, что вроде бы не видно ее, но берет, клюет, ловится. Следующий шаг – подобрать подходящие снасти. Длинное упругое удилище, прочную леску и яркую соблазнительную муху. Солнечная погода, яркая муха, темная погода, темная муха. А размер значение имеет? Размер? Ну, наверное, не в рыбалке. Двигаясь по реке, рыба, откормленная в море, практически ничего не ест. Однако, увидев муху, которая имитирует свободное падение наживки, у семги срабатывает инстинкт. Она бросается на добычу и попадает на крючок. И теперь главное, чтобы добыча не сорвалась. Бывает, что пленница сгибает крючки, рвет лески, и, пытаясь ее удержать, рыбак может прошагать вдоль берега целый километр. Даже у самого берега семга падает в струю и снова пытается уйти, но тщетно. Супер! Красавица! Своего звездного часа Илья ждал несколько часов к ряду. И даже схватив добычу за хвост, не может поверить в долгожданное счастье. На данный момент четыре рыбы взял, самая большая девятка была. Вот так. А вообще рекорд сейчас на Коле 15500. Несколько дней назад поймали. Так что вот так. Шанс еще есть что-то поймать большое. А еще неделька пройдет, и все, и уже пойдет мелкая рыба. Но впереди еще немало теплых дней, и рыбацкое счастье может улыбнуться к каждому. Редактор субтитров А.Семкин